Вот здесь, кстати, хорошо видно уже 13 градусов. 13-14 градусов, то есть температура пола. Дом на Балтийской 101 сдали в прошлом году. Первая зима сразу обнажила проблемы нового здания. Например, в этой квартире можно ходить только в зимние обуви. С помощью тепловизора находим самую холодную точку. Под кроватью в спальне 10 градусов. Сюда холодный воздух из-за окон никак не мог попасть. И здесь у нас температура пола 14 градусов. То есть 14 градусов даже в ванне. То есть это центр, так скажем, самого дома. И остыть он сам по себе никак не мог. Батареи здесь порядка 60 градусов. То есть это достаточно для того, чтобы здесь было жарко. Но в квартире все равно у нас недостаточная температура. Эту проблему возможно решить, я думаю, скорее всего утеплением самого подвала. То есть возможно у нас в самом подвале именно идет промерзание. Сам подвал холодный и передается все это наверх. Хозяин квартиры обращался к застройщику, но безрезультатно. К тому же, допустим, фурнитура с окон, с дверей ощущается очень даже сильный поток воздуха. Если у нас дует, мы сначала регулируем фурнитуру. А потом, если вы ее регулируете, понятно, что что-то с ней она не регулируется. Значит, я пойду менять фурнитуру. Раз дом сдан от застройщика, то у него должна иметься гарантия, насколько я понимаю. А это уже дом на Антона Петрова 221 Г. Семья Кривошейцевых заехала в квартиру в 2017 году. А в 2021 к ним подселились плесневые грибы. Избавиться от такого соседства семья не может. Особенное торжество плесени всегда приходит с морозами. Летом не замечаешь такого, конечно, жарко, тепло, тут ничего не тянет, когда начинается минусовая температура. Холодно с утра, особенно когда встаешь, очень холодно по полу. Плесень покрыла и другие квартиры в подъезде. На углу этого дома мы обнаружили, что люди пытаются запенить проблемы с промерзанием. Зачастую новоселы не могут самостоятельно решить проблему. Ведь, по словам юристов, застройщики в принципе не любят выплачивать компенсации за любые недостатки, считая это потребительским экстремизмом. Самыми же распространенными температурными сюрпризами, которые ждут новоселов, являются проблемы с оконными и балконными ПВХ-блоками. Поскольку они еще не отрегулированы зачастую, дом еще не дал окончательной усадки. И зачастую это продувание, растрескивание стеклопакетов самих ПВХ-блоков. Что касается таких проблем, как плесень и холодные полы, я бы настоятельно не рекомендовал получать компенсацию за данные недостатки, а обязать застройщика устранить эти недостатки. Ну а наши герои намерены бороться с плесенью уже в судебном порядке. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.